Друзья, доброго времени суток! Меня зовут Лила, я с Ингушетии и хочу познакомить вас со своим молодым каналом «Как-то так у Лилы». На своем канале я рассказываю о своей семье и как мы отдыхаем, показываю красоты Ингушетии, рассказываю о наших ингушских традициях и обычаях, показываю, как мы женим и выдаем замуж наших детей, как проходят наши свадьбы и застолья. А еще на канале я делюсь секретами кулинарии, национальных блюд и не только, как я делаю заготовки на зиму. У меня небольшое хозяйство – коровы, бычки, куры, гуси, утки, перепелки, кролики. У меня на канале вы увидите, как я делаю молочные продукты, как я занимаюсь огородом. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ужасrich. Ужастость свой, да? Сукачоiy Это ужасно, но что творится. Надеюсь, это к нам не придет в Атаманское. У нас гусики на улице. Я думаю, они сообразят. Смотри, как с ними развивается. Да. Там-то и третий инфраструктур. Краснодар топит пока, и ветер еще какой-то. Это погодка в Краснодаре. Граичники стояли, стояли и спрятались. Вот мотка меченая. Вон мотка с меткой. И вот она. Какие-то маленькие матки. Ну, нормально. Три штуки. По чем? По 600 рублей. Сейчас просто они уже подешевели, потому что сезон уходит потихоньку. Спрос на них падает. Поэтому цены упали. Пändig. Но здесь нарисован. Родина. Молит. Молит. Вот. Может, это гармония? Молит. 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 Молит на ноль. По- informingу. Молит. 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 Нэнси, почему мы тебя ищем? Зовем, а ты не отвлекаешься. А? Нэнси, тебе хорошо здесь, да? Тенек, ветерок обдувает. Хорошо? Ой, 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 коза. Ой, ну только не надо царапаться. Как ты это любишь делать? Я же тебя просто глажу. Ой, ой, деловуша. Ой, грязнулечка. Ой, грязнулечка. Ой, хорошо. Ой, хорошая Китюнь. Ой, да. Все, ладно, спи. Все, я зашил переднюю часть, фронтон, фасад. Вот, просто хотел немножко объяснить, вдруг, ну вдруг кому непонятно будет, не поймет для чего именно вот эту верхнюю часть заделали пенопластом. Это не для того, чтобы на чердаке было тепло. Первая это причина, то что мы будем сюда натягивать сетку и клеем ровнять. Ну как серо, как штукатурка, клетка получается. Стягиваешь все и как бы ровно такая поверхность получается. А потом уже там, как говорится, делаешь уже как на свое усмотрение, как тебе нравится. Либо там более лучше штукатурно, либо с корабеем делается. И плюс еще, вот это у нас передняя часть получается, как бы солнечная сторона. Вот солнце встает оттуда и, можно сказать, весь день до самого вечера вот сейчас не давится солнце, а вот часов тогда пяти сюда прям такое солнце хорошее. И чтобы на веранде не было так сильно жарко, вот именно такого душника не было, тоже будут немного защищать. Всем привет! Всем привет! У нас очень много вопросов. Нам задают много вопросов. Да, нам задают много очень вопросов по поводу дома нашего. Почему мы пол только положили, застелили, сразу же поставили кровать, шкаф, все это, как говорится, старое, не новое, стены не сделали, потолок не сделали. Хотим сразу объяснить, чтобы больше вопросов этих не было. Почему мы так поступили? Просто на самом деле мы никуда не торопимся. Сейчас, знаете, в мире ремонта настолько много всего. Вариантов, допустим, отделки стен, как их можно задекорировать, как их можно сделать более красиво, современно. И мы смотрим варианты, обои однозначно мы просто не хотим. Их тоже, в принципе, вариантов очень много. И мы как-то посоветовались, да, мы хотим что-то такое вот, ну, необычное. Поэтому мы как бы не торопимся, то же самое, из потолков. Вот, и у нас в планах еще пристрой есть, как бы, это тоже все связано с этим. И поэтому мы так же смотрим сейчас в интернете, у людей бывает, в гости заходим, смотрим, как у них сделано, как, что. В спальнях, конечно, мы там сделаем, вот, поклеим обои, это, ну, спальня, спальня, там, мы обои хотим в спальне. А здесь гостиная, потому что еще не, не знаем точно, здесь будет кухня, да, вот маленькая у нас будет. Там как гостиная тоже, тоже кухня, как столовая, да, у нас будет. Поэтому мы не хотим, вот, мы вчера были в Краснодаре, мы посмотрели все обои там. Мы ни в одном магазине были, все обои посмотрели, новинки там, все, как, ничего нас не зацепило. Нам ничего не понравилось, вот, не нравятся нам обои. И не хочется сделать так, что сегодня мы поклеили обои, да, а на следующий год они нам уже не нравятся. Вот этого делать не хочется. Такое возможно, потому что, ну, прогресс не стоит на месте. Где-то увидел, захотел что-то и думал, блин, я же мог вот так сделать. Поэтому мы с этим делом не торопимся. Ну, у нас сейчас в планах немножко все по-другому. Вот, нам нужно отстраивать сараю, строить. Трава растет. Ой-ой-ой, кака быстро. С такими корнями. Так вот, приехали друзья, Рушан уехал. Прервались, как говорится. Я думаю, надеюсь, мы все объяснили, все все поняли. Торопиться мы никуда не будем и не планируем. До зимы однозначно не планируем мы ничего делать, ничего менять. Пока будем жить так, будем смотреть. У нас и без этого ремонта куча дел, куча забот, огород, животные. И в огород и в животных тоже есть вложения. Поэтому что-то такое брать, говорится, на первое время и сделать не так, как хочешь ты, мы этого не хотим. Потихонечку хотим сделать все более покачественнее и так, как нам нравится. Может быть, нам ближе к зиме обои какие-то понравятся. И мы захотим обои поклеить. На данный момент ни я, ни Рушан мы обои не хотим. Потому что мы были недавно в гостях, а там так сделано было, там все под вагонку, вся столовая, кухня под вагонку. И пропитана какой-то краской или чем, точно не могу сказать. Очень красиво, очень красиво. Рушан увидел, загорелся. Но мы решили еще подождать, подумать. Торопиться мы никуда не будем. А так, для нашего удобства пока шторки какие-нибудь там повесим, закроем окна. А по поводу кондиционера, там писали тоже комментарии, что мы кондиционер повесили так, что мы не сможем на окна повесить шторы, тюль. Ну, можно повесить жалюзи. Я не вижу в этом проблемы никакую. Невозможно полоть. Боюсь луковицу задеть. Но полоть-то как-то надо. Она, видите, все разрослось. Вообще очень трудно полоть. Это все в армянской траве, все. Вот видите, лук сгнил. Потому что дожди такие были. Конечно, все вот так и гудет. Что ты здесь? Все лежит, что ли, сверху? О, гляньте. Вот это да. Виноградика будет в этом году. В том году был виноград, но его было очень мало. В этом году побольше, я смотрю. Видите, побольше винограда в этом году. И здесь он полновит. И здесь он полновит. Попробуем. Кстати, сейчас хороший момент поколоть их. Закрываем двери. Заходим. Мне кажется, он этот момент вынесет. Не знаю. Видите, сказала да. Даже и не думай. Говорит, вынесу. Жарко, спит. Разлеглась. Ой, толстушка. А эти там, все копошатся, лежат. Кто-то встал. Но они не спят, они так лежат. Крупненькие, хорошие малыши. Че, пилотик, страшно было. Дядь Коля в гости приходил, все. И его трясет. Ты че такой трусик, а? Смотрите, я черешню уже накрутила, компотик. О! Ну, не сегодня накрутила. Когда? Дня два назад. Закрывала его. Он у меня, наверное, остывал. Двое суток. Представляете, на вторые сутки он у меня еще тепленький был. Так хорошо я его укутала, чтобы ягодки прогрелись. Ягод много не добавляла, потому что много не было. Ну, на три баночки пойдет. Здесь поменьше, правда. Ну, посмотрим, что получится. Кантемай посоветовала, говорит, очень вкусно. Хотела маленькие добавить. Кантемай говорит, не надо. Попробуй из одной, говорит, черешни. Говорит, очень вкусно. Ну, попробуем, как говорится. Пока не попробуешь, ты не поймешь. Вот так вот. Да. Ты моя собачья радость. Такой трусливый, а. Кто там? Кто? Надо подушку бутылу тоже постирать. Да, пилотик? Подушку постирать надо. Твое. На улице работать жарко. Поработала немного и домой забежала. Так, хочу вам показать немного, что вчера взяли. Белый чай. Это диффузор. Кто знает, да? Вот он. Такой вот взяла. Валера Мерлен взяла. Взяли Рушану кроссовки. Найк захотел. Ну, Рушану вообще нравится. Фирма Найк. Сейчас покажу по акции. Были 7,5. Сейчас за 4,874 взяли. Вот такие вот кроссовочки. Еле как его уговорила. Еле как. Вот такие вот кроссовки. Ну, ничего такие. И вот такие шарочки. Нравятся шорты? Нравятся. Даже еле уговорила, а? Ой, а на футболку, короче, не уговорила. Сколько я тебе футболок поперетаскала в примерочную? Ну, чтобы 4-5. Я замучилась бегать и мы таскать эти футболки. А сколько я этих шорт поперетаскала? За 2,300, да, мы взяли? Ну, почти 2,400. 2,399. Да, за 2,400 взяли вот такие вот шортики. Так, а не помнишь, где мы их взяли? Спортмастер. А, в Спортмастере 50-го размерчика. Вот, такие вот ремешок, кармашки. Все здесь на липучках. Здесь такая вот сеточка. Это кармасит. И здесь тоже вот карманы. Все на липучках. Так что... С обновочками тебя. Скажи, ну мне и не надо было, да? Мне не так хорошо. Ага. А это подарок от мамы. Маме мы его когда-то покупали сами с Кристиной. Но мама говорит, он мне не пригодится. Если хотите, заберите. Ну, пригодится нам. У нас когда, допустим, бролеры, нам постоянно нужен кипяток. Чайник я свой просто... Я уже хотела, знаете, если честно, чайник покупать. Такой для плиты. Чтобы поставил, нагрел. Потому что нам не хватает. Я свой чайник уже просто убила. Бил ее, но у меня уже весь никакой. А этот как раз будет... Как он здесь открывается-то? Ой. Честно, не могу. Не знаю, как открывается. Но Рушан разберется потом. Смотрите. Какая курочка. Желтенький бульончик. Видите? Домашняя. Это бролер. Да и сам бролер, он такой желтенький. Мы перед тем, как забивать бролеров, мы всегда их кукурузкой кормим. Кукурузкой их прокормишь. И они сами по себе будут такие желтенькие. Сейчас я ужин приготовлю. Готовлю на один раз всегда. Редко, когда готовлю на два раза. Здесь еще потушится немножко. Всем добрый вечер. У нас уже вечер. Здесь я матрас сегодня вынесла. На солнышке немного его просушила. Сейчас будем всех загонять. Сейчас, сейчас. Там Рушан пошел к деть Коле. Там надо кондиционер немножко. У него что-то сломался. Надо будет кондиционер починить. Рушан пошел помогать. А я приготовила уже ужин. Вот мы уже поужинали. Смотрите, какой хаос в доме. Жесть. Там что у меня творится. Вон, видите. Видно даже немного. А я навожу порядки в доме. Короче, кошмары в доме. Перебираю вещи сегодня тоже уже. Сколько вещей поотдавала. Лежат просто. Никому не нужны. Ну что поделаешь. Лежат, лежат. Отдала уже. Ладно. Что, их солить что ли? Ничего. Ладно. Всем хорошее настроение. Сейчас я буду стоять, чем заниматься. Я сейчас буду поливом заниматься. Пропойкой животных. Пропоить всех надо. Вон добра еще сколько. Вот. Подкормить кого. Готовимся, как говорится, ко сну. Не только мы. Животных тоже. Обязательно воду. Все надо это. Все проверить. Как говорится, спать не ляжешь в деревне, пока не проверишь, чтобы у твоей животинки вода была. Обязательно. Самое обязательное это вода. Вот это на первом месте, чтобы вода была. Так что, густики гуляют, все гуляют. Нэнсичка бегает. Все. Всем хорошего настроения. Увидимся уже с вами завтра. Завтра вечером тоже поздно, скорее всего, выложим мы влог, потому что мы утро уезжаем. Обязательно завтра смотрите, куда мы уезжаем. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok